Дорогие наши телезрители! Видите, уже в очередной раз она сейчас озарит нашу студию. И, как всегда, эти мгновения, к сожалению, они минуты, часы, но они пролетят незаметно вместе с ней в компании. У нас в гостях Галина Николаевна Гурева, специалист Гипицентра 2. Галина, позвольте, я вас сопровожу в нашу скромную... Доброе утро! Доброе утро, Галина! Присаживайтесь на наш диванчик. Знакомое место уже. Извините, ребята, перед камень побежал. Очень приятно вас снова видеть. Как нам приятно вас видеть. Приятно. Ну и по старой, доброй традиции, пить тюню. Легко! Вот так. Ну что ж, дорогие друзья, Омск медицинский. Скажите, пожалуйста, по поводу вот этих медицинских фактов. У нас есть очень интересные информации для того, как мы подготовились сегодня к эфиру. Есть, оказывается, способы измерять давление по-разному. Тарас. Есть. Вот. Во-вторых, может быть, были какие-то неожиданные факты, которые вдруг всплыли в программе? Ну, были и интересные, и неожиданные, и были не вошедшие в программу, конечно. Как всегда. О! Да. То есть вы уже знаете, что вошло в программу? Конечно. Хорошо, тогда, чтобы не спалерить, есть такое модное слово сейчас, да, не рассказывать, как бы, что будет, давайте спин-офф своеобразно сделаем. Что не вошло? Например, не вошла в программу информации о том, что в начале 20 века, в 19 веке в омских гимназиях, в частности, в омской женской гимназии, ученицам давали основы гигиены. Да. Во-первых, учителя регулярно проводили медицинские обследования своих учащихся каждый год, в начале первой четверти, и все эти записи велись, они сохранялись в течение того времени, пока ученики находятся в школе. Ну, и, как я уже сказала, учащимся давали основы гигиены. Это было связано, прежде всего, с необходимостью уменьшить риск эпидемии. Но, к сожалению, медицина в того времени была не так хороша, как нынешняя, и эпидемии все-таки случались. Слушайте, ну, вы знаете, сразу, уважаемые телезрители, сейчас мы посмотрим анонс программы «Удивительно рядом омская версия омск-медицинской». Затем мы вернемся в эту студию и никуда не уходите лишь по той простой причине, что мало того, что мы очень классные, во-вторых, наша гостья покажет, как при помощи линейки, нитки и физической силы измерить артериальное давление в домашних условиях, как говорится, бабушкиным способом. А потом мы проверим. А потом мы проверим. Эстонометр тоже у нас есть. Все, у нас в вентилятор даже рабочий стоит. Вот поэтому никуда не уходите, сейчас анонс программы «Удивительно рядом омская версия». Всем нашим добрым врачам я говорю огромное спасибо, доктор. Знаете ли вы, когда в Омске открылся первый госпиталь? Почему первая скорая помощь была частной? А специальные медицинские учебные заведения открылись в Омске раньше, чем в Москве. При том, что мы всегда воспитаны как логики врачей, надо сегодня допускать самые разновероятные варианты. Правда ли, что самое значимое археологическое открытие в Омске совершил врач-гинеколог? Время пошло. Два варианта, да или нет. Положитесь на свою интуицию. Вообще, если обратиться к литературе, то врачи – это всегда такие люди весьма разносторонне образованные. Какие самые любимые персонажи? Профессор Преображенский, знаток был политики. Доктор Ватсон, тоже замечательный человек из современных. Ну, наверное, Женя Лукашин, который из Москвы в Петербург, в Ленинград путешествовал. Или, кто сейчас еще, литературный, телевизионный герой, зав. отделением быков из интернов. Наверное, самый популярный врач на сегодняшний день в России. Сумеете ли вы вместе с участниками программы решить самые невероятные задачи, поставленные перед будущими врачами? Ну, это иголка, нитка и линейка. Это связано с хирургией, возможно, с какой-то скорой оперативной помощью. Нужно найти у человека точку, на которой бьется пульс. Оторветесь ли вы от экрана, когда мы будем рассказывать, кто из-за мечей и от каких болезней лечит всех самых популярных звезд российской эстрады? Хотите проверить? В канун Дня медицинского работника на телеканале «Продвижение». Смотрите специальный выпуск интеллектуального шоу «Удивительное рядом». Ну что ж, дорогие друзья, и сейчас та самая очаровательная леди, которая была во время анонса в замечательной зелененькой одежде, которая и объясняла, что же собой представляет, за какое значение имеет эта нить, линеечка. Мы сейчас раскроем небольшую тайну. Это на самом деле старый метод измерения артериального давления. И прямо сейчас, благодаря Галине Николаевне, мы его измерим. Борис, как вы себя чувствуете? Ну, вроде неплохо. Давайте расскажем, что нам нужно. Сразу хочу предупредить, что этот метод полевой, если так можно выразиться. Я боялся, что вы скажете небезопасный. Безопасный. Но если вы находитесь дома, если у вас есть тонометр, и тем более, если у вас есть какое-то заболевание, связанное с изменением давления, то лучше пользоваться тонометром и профессиональной медицинской помощью. Но если вы вдруг оказались где-то в лесу, в поле... И у вас есть немножко свободного времени. Да, и вам вдруг нечем заняться. Вы можете измерить все давления подручными средствами. А можно ёжику измерить, если наше ёжик? Ну, если вы найдёте у ёжика пульс... Хорошо, я буду стараться. На самом деле, сразу всех предупреждаю, что это не панацея. Этот способ всё равно даёт определённую погрешность. Так что если вам нужна точная картина вашего давления, то, пожалуйста, тонометр, врач, лучше поликлиника. Ну, и объясняю ещё раз. Те, кто был в студии, это уже видел. Телезрители это увидят сегодня в передаче ещё раз. А те, кто смотрит эфир, могут увидеть это прямо сейчас. Способ основан на том, как в кровеносных сосудах ощущается пульс, скажем так. Это один из вариантов измерения давления по методам китайской медицины. То есть мы находим три точки пульса на руке. Одна из них – точка отсчёта, остальные две – это показатели давления. Давайте, кладите руку на стол. Найдём ваш пульс. Пульс есть. Всё, я уже спокоен. Линейки у нас нет, у нас есть портновский метр, он тоже может подойти. И начало шкалы должно находиться там, где бьётся пульс. Если вдруг у вас в лесу, в поле, есть свободное время, но нет иголочки, вы можете взять кольцо обручальное. Не обручальное, но без камней, гладкое, вот типа такого. Одеть его на ниточку, на ленточку, на лесочку, на цепочку. Главное в этой ситуации – получить маятник. Мы поставили ленту, в данном случае, туда, где у нас бьётся пульс. И проверяем. Ну, вроде бы там. После чего мы начинаем достаточно медленно двигать невисоко, над лентой или над линейкой, иглу до тех пор, пока она у нас опять не начнёт колебаться. Ну, насколько мы можем определить, 75 миллиметров у нас показывает игла. То есть нижний уровень давления – 75 плюс-минус десяточка. Движемся дальше и ищем верхнюю границу давления. Ну, где-то 120, тоже плюс-минус десяточка. Опять же, напоминаю, что метод приблизителей… 80 на 120, примерно, да, так вот? Ну-ка, давай оставляем своё монофтическое. Давай, космонавт, давай втыкай. Давайте проверим. Да подожди ты, датчик должен быть не здесь. Дай мне сюда своё. Стой. Датчик должен быть над локтевой вены. Ой-ой, задавил такое. Поехали. Жми. Ну, тут ещё у него же рубаха. Надо же… Да, и мне уже прищемило вот здесь. Вот сейчас больно будет. Обижали циферки. Больно? Ой, Боря, ой, Боря, ой, Борис, 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 а не Борис? Нет, пили, сейчас ещё раз будет. Давай, не сжись, Боря! Давай, Боря, ты же пацан, сам. Всё, он сейчас нормально будет. Вот, то, что здесь А2 тебе сейчас. Подожди, подожди, сейчас. Борочка, Бобо? Бобо, жучка. Чё-то неправильно там передавило. Нормально, нормально. Лёха, Лёха же накладывал тебе. На рубашку вообще нельзя. Ну, конечно, нельзя. Ты этим будешь отговаривать. Давай ещё раз. Всё, всё, всё. Пока не определит. Сейчас определит. 102 на 68. Ну, это вряд ли. Это рубашка. Это рубашка передавала. 102, ты бы сейчас… Я валял. Здесь такие низков давления. Слушайте, ну, вы знаете, мы… Для меня, это сейчас было магией, то, что… На расстоянии иголочка шевелилась. Для меня тоже. Это уже что-то интересное, очень необычное. Иголка реагирует на биение пульса под кожей. То есть, это эффект маятника. Вау! Ну, я… Она же даже не касалась. Так она и не должна касаться. Это вот удивительно. Ну, я ещё раз говорю, что это не стопроцентная гарантия, но это метод, который может дать вам представление о том, что у человека может быть резко повышенное или, напротив того, резко пониженное давление. Что да, надо срочно обращаться к врачу, принимать медицинские какие-то препараты. Слушайте, ну, это потрясающая информация. Мы, как всегда, в восторге от того, что вы пришли к нам в студию. И я уж не знаю… Давайте всегда подбирать какие-нибудь темы, чтобы вы к нам приходили, потому что то, что вы говорите, это можно слушать, смотреть на это. И вы знаете, что прямо сейчас, пока у нас будет скиновость, мы будем сидеть и смотреть на маятник, как говорится, маятник сибирский на наш. Вот. Вот. Мы вас благодарим. Я хочу, конечно, передать большую благодарность всем медикам, которые лечат нас, которые спасают нас, поздравить их с праздником, пожелать им всевозможных благ, здоровья, успехов и всего хорошего. Ну, а, как говорится, мы присоединяемся к этим поздравлениям. Вот. И эти замечательные слова говорил никто и на это, как Галина Николаевна Гурева, специалист Гипицентра-2. Пойдемте, я вас буду провожать, буду держать вас за руку. А вы, дорогие друзья, смотрите новое Филайт на нашем канале. Ребята, готовы.